так вот это продолжаю начатый несколько минут назад ролик новый но батарейка вот и вторая батарейка подвела предательство зарада со всех сторон вот это партия за прошлогодних наверное их надо использовать сразу после зарядки на из саморазряжается по моему ну да ладно это так технические вопросы но они так мне на нервы действуют я что-то начинаю вроде бы батарейка тут об она и закончилась ладно продолжим 1 октябрьский репортаж по зелени кому это не интересно это можно не смотреть но вот если посмотреть я уже об этом говорил у нас все зеленые здесь практически но исключением небольших таких желтых листиков небольшого количества которые там свалилась сейчас я подойду к зданию которые строится и непонятно что это такое как-то сейчас вроде рабочий день тишина какая такая подозрительная наступила с 1 октября это хотя какие-то голоса вроде там слышны ну ладно вот ну-ка она что поднимается вверх что ли так мы не знаю не знаю это такой и дождик начинается точнее морозь это мне тоже не нравится вот пустырь тут два дома стояла первый дом стояла там где уже заросли такие а второй дом вот прямо вот под этим тополем тополь по моему в конце концов этим пустырем занялись ну что из этого получится я не знаю ну мне больше нравится природа правда не такая загаженная ну она убирают убирать стало чище вот эти яблоки все несчастные тут их куча вот продвигаюсь дальше такую более менее чистую ровную зону без каких-то я муха волну хотя есть тут все и снимаю видео скучно и сразу всем говорю это просто фиксация зелени на постоянно 1 октября второй месяц осени скажем так показать зафиксировать как наступает осень к ленинграде это еще не золотая осень как она будет развиваться в этом году непонятно прошлом году она была очень короткой потому что было долго долго тепло а потом наступила холодно поэтому листья не успели пожелтеть они начали просто там облетать мерзнуть подать там и прочее красоты не было прошлом году в этом году мы посмотрим по идее тут должен вот этот винограду на ограде растет он должен покраснеть листики должны покраснеть красиво смотрится ну кроме того тут еще тысяч растений я его снимал называется сумах алинирогий вот он подхожу к нему такие банановые такие сверху растут они кстати опадают весной я думал что они там семечки они как-то по-другому весной они падают вниз и соответственно наверное из них что-то должно произрастать ну у меня не получилось из них что-то произрастить и так пробовал вот тут такой вот такие кладбищенские темные цветочки на кладбище любят такие сажать не такие вечно зеленые вот сумах ну да вот он уже начинает давать определенные цвета но когда весь сумах такой краснеет он очень красивый сейчас частично покажу вот с этой стороны он западные стороны он начал так вот видоизменяться на молоденькие вот кто по среднему тут зеленый тупо младше вот тоже молтеет такая вот такой такой небольшой погодный срез и ландшафтный о калининградском октябре начале калининградского октября в этом году все погода меняется не в том плане что она глобально меняется в том что она часто меняется поэтому растение нара по своему как-то реагирует на все эти выверты гидрометеорологические одну сейчас наверно пройдусь вдоль дома посмотрю клумбы вот она сколько опять если эта батарейка меня не кинет как сказать подло две предыдущие меня предали откровенно хотя и раньше не использовал но я не вставлял фотоаппарат после зарядки но недолго пролежали вы так вот тоже здесь клумбы тоже зелененькие елочкой зелененькая но она и должна быть зелененькой грохотом помойку убирают там такую кучу сейчас нагромодили что они не приезжали давно уже люди начали сбрасывать мусор рядом там прямо гора мишкова образовалась ну а куда и потом такая немаленькая шум этот весь оттуда сейчас наверное машину и что-то начинает сверху на крапоте вот так вот красивый виноград тополя тоже пока еще зеленая а вот та машинка которая тут грохотала уезжает грохот был такой бутылочный сильный уже не там убрали интересно ну вряд ли я тот мусор который был навален не убирали вот еще один сумах но это вообще без признаков тихи явных больших хотя вот стороны начал началась вот здесь запущенный участок вот там туда она приезжала что она там сделала эта машина я не знаю куча мусора как было так и осталось так это дом у нас пышечная или там кафе киевская как она сейчас называется ну всем известно как пышечная а вот немецкие домики желтенькие сейчас я пройду туда вдоль рынка ну посмотрю я не особенно люблю снимать когда там толпы народов который не всем нравится все любопытствуют а чё снимаешь зачем может некоторые говорят а некоторые молчат так вот здесь вот этот высокая такая дерево такое тут черемуха была она такая была здоровая здоровая ноты и взяли отпилили вот этой весной оставили там пару стволов она там уже упиралась почти что в окна ну я не знаю насколько это правильно тут когда был сильный ураган деревья эти раскачивали и могли конечно и в окна повыбивать так что я так помалкиваю мне жалко этого дерева которые обкарнали но тем не менее что сделали то сделали само дерево все-таки оставили здесь вот скверик ну хорошо сделали этот скверик тут раньше был такой шалман прямо на этих клумбах отдыхали товарищи лежали правда и сейчас тоже иногда бывает такое место рынок да ну злачное место рынок и там вот ломбард находится ломбард уже такое место всегда с сомнительной репутацией кому-то он 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 уже это может давать свои вещи туда можно и не свои скажем так приобрел незаконным путем скажем так мягко выражаясь и толкнул в ломбарде там заложил получил сумму для определенных целей в основном так ладно пройду мимо остановки сейчас не буду людей светить семерочка ушла там от балтийский универмаг но тоже деревья пока еще они не желтеть не стали чуть-чуть только на не потемнели некоторые такие желтенькие томата на них появились но в целом вот они просто стали темными такими дыньки продают всякие арбузы сейчас они все подешевели так значительно мы филармония для любителей ломбардов вот сдали деньги пошли в филармонию правильные люди делают у скверик вот такой вот немножко он подзагаженный в целом чистый хорошо сделали заборчик такой древянный прочненький достаточно вот тут тоже точка такая торговая векская ну да вот сейчас я перейду на ту сторону да и чувствую что дождик то начинается вот я так высказывал тут мнение что вроде дождика не должно быть ну я опять ошибся хотя это не дождик а так так себе как говорят что-то совсем незначительное но это может незначительное перерасти хоть ливень и придет черная туча с моря или из польши но в основном приходят такие да больше отсюда 30 километров вот скажем так вот до этого места порядка 30 километров по прямой ну тут магазину то тоже ломбард все сделано шикарно все для народа обещали киевскую улицу ремонтировать в следующем году я думаю будут и тротуары ремонтировать на той стороне отремонтировали тротуары вот на той стороне за остановочным пунктом киевской вот лавка бахуса в общем там пивной двор там в общем тут есть есть где где выпить и закусить это улица тобольская туда уходит идет до тихорецкой по сторону гаражей сделал так вот продают собственно говоря можно купить и подешевле чем магазине и подороже хотя магазине это так сказать как все выращенное какие-то более-менее даже искусственным путем получается какие-то теплицы там но здесь все-таки на грядках выращивать на своих так вот ухожу я на улицу павлика морозова потом в этот спар зайду магазинчик посмотрю что там хорошего так раньше он был девятый гастерном потом стал вообще раз был разделен на две части потом стал народным магазином победа потом что-то народный магазин совершенно народу не пошел или кому-то другому не пошел делали спар но тут есть эти самые карточки которые дают скидки вот скидки вроде такие значимые но непонятно тогда те за цены если скидки значимые в общем это свои дела торговые кто в этой сфере вращается тот знает эти фокусы здесь дом быта там магазинчик есть который еще никак не могу попасть но сейчас тоже не пойду но вот улица павлика морозова которую сделали красивые хорошо сделали саму полотно автомобильная стоянку сделали для машина так тут было так и не было тут грязно я не скажу но вот было все так грунтово хаотично там остановка на той стороне когда начали делать улику павлика морозова значит сделали этот участок улице киевская от павлика морозова до родины двухсторонним она была односторонний но под пока не собирается они отменять двухсторонний с киевской улице и видимые не будут когда ее сделают если сделают как говорят останется на раскаливающиеся двухсторонний содержание ну вот в общем дождик сейчас усиливается начинается от дерева стану сумму я не сильно капала машины туда ездят туда-сюда и сегодняшний репортаж чисто природный такой он такой непознавательный но как бы знаковый в том плане вот какая зелень была на улице калининграда 1 октября 2020